Приветствую, друзья! Возможно ли путешествие во времени? Этот вопрос ломает голову учёных и фантастов уже не одно десятилетие. Но между тем, мы сталкиваемся на протяжении истории со многими случаями, которые просто так не объяснишь. Именно о них сегодня и пойдёт речь. В мае 1828 года в Нюрнберге был пойман подросток. Несмотря на тщательно проведённое расследование и 49 томов дела, а также разосланные по всей Европе портреты, узнать его личность, точно так же, как и место, откуда он появился, оказалось невозможным. Ему дали имя Каспар Хаузер, и у него были невероятные способности и привычки. Мальчик отлично видел в темноте, но не знал, что такое огонь и молоко. Он погиб от пули убийцы, и его личность так и осталась загадкой. Однако существовали предположения, что до появления в Германии мальчик жил совершенно в ином мире. Кто он и откуда, выяснить так не удалось. Из архива Нью-Йоркской полиции В ноябре 1956 года на Бродвее был сбит неизвестный мужчина. Шофёр и свидетели утверждали, что он появился из ниоткуда. В кармане у него обнаружили удостоверение личности и визитки, на которых было написано, где он живёт, что он работает коми-вояжором и прочее. Полицейские нашли в архиве такого человека и опросили родственников, а также людей, живших рядом. Нашлась старушка, которая утверждала, что её отец пропал около 60 лет назад в неизвестных обстоятельствах, пошёл гулять по Бродвею и не вернулся. Снимок, сделанный в 1884 году её отца, полностью подтвердил, что это именно тот человек, которого сбила машина. Несколько лет назад в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве был арестован некто Эндрю Карлсен. Он, вложив в акции меньше 1000 долларов, уже через две недели заработал на бирже 350 миллионов. Примечательно, что совершаемые им торговые операции первоначально совсем не сулили выигрыша. Власти штата обвинили Карлсена в том, что он получил прибыльную для себя информацию незаконным путём, поскольку не нашли других доводов для столь поразительного результата. Хотя все эксперты сходятся во мнении, что даже владея полной информацией о компаниях, куда он вкладывал деньги, невозможно столько заработать и за такой короткий срок. Однако на допросе Карлсен неожиданно заявил, что он якобы появился из 2256 года и, обладая сведениями обо всех банковских операциях за истёкшие годы, решил обогатиться. Он категорически отказался показать свою машину времени, но сделал заманчиво для властей предложение – сообщить несколько предстоящих важных событий, которые произойдут скоро в мире, включающих местонахождение Бен Ладена и изобретение лекарства от СПИДа. Согласно непроверенным сведениям, кто-то внёс за него залог в миллион долларов, чтобы он вышел из тюрьмы, после чего Карлсен исчез и, по-видимому, навсегда. Странный случай произошёл в небольшом калифорнийском городке летом 1936 года. На его улице оказалась по-старомодному одетая, неизвестная никому перепуганная старушка. Она буквально шарахалась от предлагающей ей помощь прохожих. Её необыкновенный наряд и странное поведение привлекли любопытных, ведь в этом городке все знали друг друга и появление такой колоритной фигуры не прошло незамеченным. Когда старушка увидела собирающихся вокруг неё людей, она с отчаянием и растерянностью огляделась по сторонам и вдруг исчезла на глазах десятках очевидцев. Друзья, мы живём в потрясающем и удивительном мире. Множество тайн и загадок ещё не раскрыто, поэтому в ближайшие сотни лет нам есть чем заняться. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok